Богу нужны плоды, а не понты. Великая мощь, я понял одно, не только войти в свое призвание, а согласиться, что оно твое, и не лезть в чужое. Согласиться, что Бог дал тебе домашнюю группу, и не рыпайся на тысячи, помрешь. А домашняя группа будет расти, и через твою домашнюю группу, может, уже мега церковь прошла. Два пришло, три ушло, четыре пришло, два ушло, и ты смотришь за десять лет, боже мой, мега церковь прошла. Богу нужны плоды, а не понты. Всегда кто-то рядом пролетит и блестнет чем-то больше, чем у тебя, но оно не твое. Ты в нем не будешь комфортно чувствовать себя. Воробей, до него победа, это до девять этажки долетить. И вот если воробей сидит на девятиэтажке, это все, это величина. Дорогие мои, орел стартует с девятиэтажки. И воробей может сказать, блин, мои достижения, он только двигатель прогрел этот орел. Он только разбегается по девятиэтажке, я до нее всю жизнь добирался. Дорогие мои, поймите, что нет у Бога плохих. Нет у Бога маленьких и больших. У Бога есть те, которые согласились на свои судьбы и вошли в удовольствие и благословение, синхронизацию со всеми элементами вокруг себя. Всегда будет кто-то больше меня, всегда будет больше кто-то тебя умнее. Но не в этом дело. Твое ли оно? И вот твой мир, чтобы войти в него, и тебе нужно согласиться. Тебе нужно согласиться с обеспечением твоего мира. Я всегда людям говорю так, если тебе чего-то в твоем мире не достает или не хватает, это не твое и не лезь туда. Нам нужно понять, что сыновья обеспечены своим отцом всем необходимым в их возрасте. Оружие сатаны. И заметьте, где дьявол может подкрасться. Оружие сатаны всегда базируется и базировалось на нужде человека. Начиная с Эдемского сада, вам ума не хватает, Адам и Ева. И вот хотите ум? Вон там растет плод, на котором ум висит. Вы знаете, у дьявола трюки, но не поменялись они. Тебе всегда Люцифер ум где-то покажет. А оно твое, оно не твое. Оно нужно, оно абсолютно тебе не нужно. Другими словами, ты жил нормально, пока тебе не объяснили, что у тебя есть проблема. Ты-то понял глубину этого откровения? Когда у тебя нет недостатка, дьяволу нужно кинуть, что у тебя есть недостаток. И потом реакция человека такая, надо же, это же исправить дело. Ну до этого у тебя не было недостатка, ходила нормальная Ева по раю. Тебе это дерево надо было? Нет, тебе ума доставало жить здесь и наслаждаться. Да, что тебя оно начало влечь? Трюки дьявола не поменялись, родные мои. Поверьте, точно так же он сейчас кому-то показывает ум на каком-то дереве. Точно так он кому-то показывает, тебе нужно это, тебе нужно это, тебе не достает этого. А тебе всего лишь, дорогие, я понял одно, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Не нервным и психованным, а довольным, спокойным. Просто скажи, слава тебе, Господь, за то, что я имею, и я не собираюсь идти дальше, брать что-то, к чему я не предназначен и не рожден, мистер. А то нас оттренировала харизматия стремится в будущее лезть в такую маленькую щель, в которую никто не пролезет. Как мир посмотрит, а ты на какой-то кляче ездишь? Да миру плевать на твою машину, мир Бога ищет живого! Им плевать на твою одежду, они хотят жизни! Поверь, я тебе это говорю из опыта, им плевать на чем ты ездишь и в чем живешь. Они голодные по Богу, и мне это вообще не интересует. Поверьте мне, дорогие, если мне что-то захотелось, и на это нет ресурсов, это значит не мое, это автоматическая уловка. Беги оттуда! Кто-то уловил этот урок? Дорогие, поверьте, это зрелый урок. Это не харизматический урок, а ты исповедуй, и будь не твое! Болут твои только долги и головная боль. Территория сатаны, запомни это, это территория нужды. Еще раз скажу, территория отца. Это территория обеспечения. И территория обеспечения не то, что ты заходил, а там, где ты по возрасту должен быть. Нет, нет, мне кажется, о, я в Царство Божие войду, и полились потоки всего в мою жизнь. Бог говорит, нет, по твоему возрасту у тебя будет твой поток. Ручеек. У кого-то водопад, он дорос до этого. Другими словами, ты обеспечен в возрасте и в позиции. Вылезешь дальше, обеспечение оканчивается, появляется нужда. А территория нужды, еще раз говорю, территория Люцифера. Потому что Бог в игры не играет и давать не собирается. И тебе приходится манипулировать, заигрывать с духом этого мира, чтобы обеспечить себя. И здесь ты проиграл. Кто-то понял эту тему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok